Не умеешь подтягиваться? Хочешь научиться делать выход на две, держать уголок, делать спичак сальто с турника? Интересно? Тогда переходи на канал, ссылка на который в описании. Также на этом канале есть видео трансформация 15 тысяч отжиманий. На протяжении месяца автор канала отжимался по 500 раз каждый день. И результат тебя удивит. А также ты узнаешь, как накачать пресс. Ссылка в описании. Всем привет, друзья. Я только что проснулся. Сегодня я вам покажу свой день питания полностью. Погнали. Утром я обычно таблетос пью от желудка. Ну а если не пью таблетос, то пью вот такую бочку воды, блин. Бочку. Пью воду за полчаса до еды, чтоб организм начал работу, желудочно-кишечный тракт вошел в режим боевой, так сказать. Все, сейчас я приведу себя в порядок и начнем. Расскажу вам все подробно. Ну что, короче, я готов вещать. Питаюсь я обычно только сейчас правильной едой. Почему? Потому что у меня были проблемы с желудком. Кислота забрасывается в пищевод. И там образовалась эрозия. То есть, эрозия это небольшая такая царапинка в пищеводе. Если ее не лечить, она перерастет там в язву, а потом в какую-нибудь очень плохую штуку, от которой люди умирают. Вот. Поэтому я ее уже лечу где-то полтора месяца. И она уже практически прошла, я чувствую. Поэтому я продолжаю питаться хорошо. Пью таблеточки, вот немножко таблетчик. Еще осталось там 3 или 4 штучки и должна полностью исчезнуть. Тогда можно немножко там позволить тебе каких-нибудь нехороших штучек покушать. Например, сладости, либо что-то такое. А так я очень мало сладостей ем и всякого такого соленая, острая там, кислая. Вот это все, что раздражает мою слизистую, я не ем вообще. Хочу, конечно же, сразу же сказать, от такой еды вы много массы не наберете. Особенно если вы весите где-то, ну, 70-80 килограмм. Там уже не мечтайте о массе, потому что у меня получается в день где-то около 3000 калорий. Это для меня более-менее такая норма. А чтобы не набирать, нужно кушать хотя бы 3300. Поэтому вот такие вот дела. Если вы хотите набирать массу, то кушайте всякие там сладости. Можете даже бургеры иногда хавать там раз в недельку. Это ничего страшного. Вот. Чтобы у вас была высокая калорийность. У меня она не очень высокая, потому что я ем четко только хорошую еду. Короче, ребят, мне часто очень впадло, либо вообще просто времени нет есть. Поэтому я просто беру и делаю коктейльчик, в котором содержится дофига калорий. Около 800-900 калорий. Давайте покажу, как это делается. Кладем 200 грамм творога. Это где-то 250 калорий. Один банан. Где-то тут 90 калорий. Две кружки молока. И я купил такую кашу. Четыре вида зерновых. Здесь около 100 граммов, примерно 80 граммов, если быть точнее. Это будет где-то 320 калорий. Итого у нас получается 880 калорий вот в этой бочке. Прикол коктейлей в том, что их очень легко выпить. А калорий много. Крутая штука. Получается у меня, что я питаюсь в день от 5 до 7 порций. У меня порции небольшие, исключая, конечно, вот эти коктейли. Они реально большие. Если отдельно это все есть, это довольно-таки много. И я не съем 100%. Вот. А так порции у меня средненькие довольно. 5-7 раз в день. Ну что, друзья. Второй прием пищи. 11 часов утра. И это макарошки с курочкой. Где-то 500 калорий, в общем. Вкусно. Некоторые люди едят огромными порциями, но 3 раза в день. Чем это плохо? Это плохо тем, что желудок ваш растягивается до больших размеров. И он оседает просто на органы, которые находятся ниже. А там находится кишечник. И приминает этот кишечник желудок ваш. И это плохо реально. Лучше есть много, но маленькими порциями. Точнее, часто, но маленькими порциями. Вообще, подсчет калорий очень важен, потому что именно с помощью подсчета вы будете знать, сколько вам нужно съесть в день, какая у вас норма калорий и так далее. Если вы не будете подсчитывать, у вас не будет массы, либо вы наоборот избыточную массу будете набирать, то есть жир. Обязательно считайте, особенно на первых порах, когда вы только начинаете заниматься бодибилдингом и входите вот в эту диетическую тему. Я сейчас даже не пью спортивное питание, потому что оно негативно влияет. Вон стоят у меня там 3 упаковки. Вон они не пью, потому что когда я их пью, меня тошнит начинает из-за них. Ну что, братва, сейчас проводил, короче, трансляцию в инстаграме. Подписывайтесь на мою инсту, Арчо Моррис. Я иногда провожу трансляции интересные. Вот часик сейчас болтали с пацанами. И прошло уже время, сейчас уже час, час обед. И мы хаваем вот рисочек с курочкой опять. Примерно снова 450 калорий где-то, может 500. Люблю есть с подливкой. Без подливки сухомятка, просто невкусно. Короче, многие жалуются, что там работают, учатся и так далее, и типа не могут есть. Вы все можете, качки с собой берут на работу и на учебу, куда угодно. Просто контейнеры туда складывают, приемы пищи. И все, никаких проблем, просто берите с собой. Друзья, уже почти 2 часа, сейчас снова будем кушать. И я хотел сказать, что обязательно пейте от 2 до 3 литров воды в день. Я пью, но это не снимаю. Поэтому просто напоминаю, не забывайте пить. Ну что, настало время 4-го приема пищи, уже 3 часа. И сегодня я сделаю в этот момент смузи. Он будет состоять из 2 бананов, яблока, груши и также 2 стакана молока. Всего в общем 500 калорий. Теперь расскажу вам, как высчитать количество калорий в какой-нибудь еде. Допустим, гречка либо макароны. Вы покупаете кухонные весы маленькие, кладете туда гречку либо макароны в сухом виде. То есть не в вареном, а в сухом виде. И вот вычисляете с помощью весов, сколько там калорий. Естественно, смотрите на пачки, сколько там на 100 грамм калорий и так далее. Но когда вы уже часто это будете делать, вы привыкнете. И вы будете уже на глаз определять, вы будете знать, сколько калорий, например, даже в сваренной миске, как я вот определяю, да. То есть вы будете определять. Вам не нужно будет постоянно запариваться и постоянно взвешивать. Вам нужно повзвешивать, наверное, ну месяц, два, три И тогда вы уже будете привыкать и будете определять это на глаз Ну что, друзья, уже 17-19 И у меня подошел какой по счету прием пищи? Пятый, что ли? Не помню уже Короче, мы сейчас будем кушать 3 сардельки с огурчиками И я посмотрел, что в сардельке 215 калорий в 100 граммах То есть получается примерно каждая сарделька по 100 грамм говяжьей сардельки Это примерно 645 калорий 645 калорий сейчас схаваем, поехали Вы не удивляйтесь, что я сижу в одной и той же комнате всегда Это не значит, что я весь день тут сижу Просто у меня сейчас кухня, потому что там ремонт делается, сами видели Поэтому схаваем тут, какие вкусные Друзья, я вообще обычно ем по 2 сардельки Ну а тут я что-то проголодался и схавал уже 3 Это вот третья пошла, и они еще такие вкусные Пиздец Так, калорийность яиц значит Смотрите, есть яйца 35-75 граммов У меня большие яйца У меня большие яйца Я покупаю большие яйца Это 75 граммов значит И калораж на 100 граммов 157 Значит, примерно в 75 граммах 135 граммов Короче, получилось 3655 калорий Значит, это 6 полноценных приемов пищи в день Что можно сказать? Можно сказать, что можно кушать обычную еду Значит, и получать достаточно калорий То есть, получается, можно не хавать всякие там калорийные тортики и всякое такое Можно из хорошей обычной полезной еды получать 3600 калорий Вот так, учитесь Друзья, нужно сказать, что я не всегда так кушаю Иногда я съедаю 3200 калорий 3000 калорий 3300 3600-3500 Это нужно для набора массы Именно поэтому я не всегда могу столько есть Иногда времени просто не хватает Иногда просто лень Иногда просто переизбыток еды Иногда просто надоедают эту еду есть И поэтому бывает 3000 калорий 3200 Но 3000 калорий это не совсем достаточно для набора массы Например, для такого дрыща, как я Для меня нужно примерно 3500 калорий, чтобы набирать Вот примерно как сегодня я ел Вот так нужно каждый день питаться на протяжении, наверное, полугода-года И тогда масса будет идти Я яйца, кстати, в смятку варю Их так гораздо легче съесть То есть это примерно как коктейль Странно, варил яйца 2 минуты Они вот такие То есть это не смятка Но такое себе полусмятка, можно сказать Все, отлично Ну вот я и показал вам весь свой день питания Ставьте лайк этому видео Подписывайтесь на канал Подписывайтесь на мой инстаграм Ссылка в описании Подписывайтесь на мой второй канал Там автоконтентик Увидимся в следующем выпуске Пока Пока